МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Люди, неравнодушные к судьбе страны. Гомельскую область на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек. Новый этап в борьбе с пандемией. В регионе стартовала вакцинация от коронавируса. Акцент на внутренний рынок. На диалоговой площадке в Гомеле обсудили перспективы развития туризма. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На 6-м Всебелорусском народном собрании Гомельскую область представят 310 человек. Среди них представители практически всех профессий и депутаты советов разных уровней. 65 делегатов от профсоюзных организаций. Наши корреспонденты продолжают встречаться с жителями региона, которые готовятся к участию в стратегическом общенациональном форуме. Марина Северьянова с подробностями. Олег Иванцов – главный врач Гомельского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. Когда в 2008-м возглавил медучреждение, оно больше походило на санатории. И именно по инициативе Олега Иванцова госпиталь стал областным центром медицинской реабилитации с отделением сосудистой хирургии. Прошедший год из-за пандемии коронавируса испытывала на прочность и профессионализм не только мировую, но и белорусскую медицину. И здесь госпиталь взял на себя огромную работу по лечению людей с ковидом. Красную зону здесь ликвидировали буквально на днях. Анализируя ситуацию, Олег Иванцов пришел к выводу, что она не была бы такой сложной, если бы люди больше заботились о своем здоровье. В связи с этим главврач учреждения подготовил для Всебелорусского народного собрания несколько предложений. Проблема в том, что население, которое должно не только беречь себя, но и окружающих, к этому относится не совсем адекватно. То есть, зная, даже родители некоторые, дети, что ребенок немножко болеет, они отправляют его в школу, не дают маски, не одевают. То есть, это вот ситуация, когда нужно, наверное, принять какого-то законодательного уровня постановления или решения, чтобы обязать людей заботиться не только о себе, но и окружающих. Знакомимся со следующим делегатом Алексеем Зайцев. Молодой гомельский ученый, полный сил, энергии и конструктивных идей. Во время учебы в университете был секретарем первички БРСМ, активным участником добровольной народной дружины и молодежного отряда охраны правопорядка. Сейчас Алексей – физик-инженер, юрист и старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ имени Франциска Скарины. В университете преподают компьютерную и деловую графику, основы информационных технологий. Первым в Гомеле открыл кружок робототехники для детей и продолжает работать педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества Советского района. Пять лет подряд участвовал в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси». Презентовал проекты по энергосбережению, экологии и медицине. Его разработка для агропромышленного комплекса «Хутор Мебиуса» не только победила в национальном состязании, но и принесла серебро на международном конкурсе инноваций «Интернет плюс» в Китае. Все это дает право считать Алексея Зайцева достойным делегатом Всебелорусского народного собрания. Сейчас видно, что молодежь очень сильно заинтересовалась именно продвижением инновационных проектов, идей своих каких-то стартапов, и в этом важно им помочь. Во-первых, это для того, чтобы их идеи остались у нас в нашей стране и реализовывались именно под нашим флагом. Наверное, для меня и для всех остальных важно это очень такое четкое информирование о том, как можно продвинуть свою идею, как можно получить от государства гранты. К сожалению, на сегодняшнем дне не каждый знает, что можно получать от городских исполнительных властей различные материальные помощи, также от Белорусского инвестиционного фонда. И важно создать, я даже не побоюсь этого слова, государственный орган, который будет следить за развитием именно молодежной и политики, и инновационного развития, всячески поддерживать и сохранять эти идеи как капитал нашего государства. Также во Всебелорусском народном собрании будет участвовать депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталий Уткин. На днях он побывал в Гомельском колледже художественных промыслов, где поделился с учащимися своими мыслями по поводу ситуации в Беларуси и путях развития государства. Запретных тем не было. При этом депутат лишь озвучивал факты. Выводы делали сами ребята. Рассуждали о том, за что на самом деле борются участники протестных акций, как создается фейковая информация. Поговорили об отмене запланированного в Беларуси чемпионата мира и потерях, которые несет при этом белорусский бизнес. Виталий Уткин, у которого во время Великой Отечественной войны погибли оба дедушки, призывает помнить, несмотря ни на какие вызовы и провокации, мы – наследники поколения победителей. Всегда должны помнить, что в нашей молодежи и в нас течет кровь победителей Второй мировой войны. Поэтому эти основы фундаментальные. Должна усвоить молодежь, на чем их жизнь строится. Какой фундамент старшее поколение сюда вложили и что нужно ценить и разбираться во внешней политике. Почти четверть всех делегатов – представители профсоюзных организаций. Их основные идеи для озвучивания на общенациональном форуме – усовершенствование системы социального партнерства, достойной зарплаты и возможность переобучения работников. О предложениях, которые готовятся для Всебелорусского народного собрания, подробнее нашим корреспондентам рассказала председатель Гомельского районного объединения профсоюзов Лариса Леглик. Педагог по профессии ранее наработала в Урицкой средней школе. Была заместителем директора, курировала профсоюзную первичку. Потом стала руководителем районного профсоюза работников образования и науки. Через 10 лет возглавила районный профсоюз. Всебелорусскому народному собранию она хорошо подготовилась, хотя едет туда впервые. Три месяца Лариса Леглик активно участвовала в диалоговых площадках с нанимателями и собирала предложения для новой редакции Конституции. Хочу заверить тех людей, которые дали мне эту квоту доверия. Я как раз-то продолжу на своем рабочем месте работу в направлении справедливого разрешения вопросов как в коллективах, так и тех проблемных вопросов, которые касаются непосредственно одного человека. Среди делегатов Всебелорусского народного собрания от Мозырского района Сергей Тетерин, директор профессионального лице геологии. Это единственное учреждение, где готовят специалистов для легкой промышленности и геологов, которые занимаются добычей полезных ископаемых. По словам директора, все выпускники обязательно будут обеспечены рабочими местами. Количество заявок вдвое превышает возможности лицея. Кстати, Сергей Тетерин уверен, что качество подготовки специалистов можно улучшить и знает, как это сделать. Об этом он будет говорить на Всебелорусском народном собрании. Во Всебелорусском собрании, я считаю, было бы целесообразно поднять вопрос, чтобы предприятия, которые обладают новейшей базой, была возможность беспрепятственно учебным заведениям проходить на этих предприятиях производственное обучение и практику производственную. Иногда, конечно, бывают такие вопросы, что, к сожалению, база лицея по многим направлениям, по многим специальностям, она не может именно вот эти новейшие ноу-хау предоставить учащимся, которые есть в предприятии. Интервью со следующим делегатом наши корреспонденты записали в Минске. Председатель регионального объединения Белорусского союза женщин и депутат областного совета Елена Кличковская приняла участие в акции «Рождественские чудеса», которая прошла под эгидой БСЖ в столичном храме всех святых. Она дала старт мероприятиям, посвященным Году народного единства. Ее главным участником был мозырский ансамбль «Полесская зорышка». Ребята презентовали спектакль «Семья – это жизнь моя», в котором представили истории, отражающие разные семейные проблемы и поиск их решения. После мероприятия «Союз женщин» вместе с друзьями и партнерами обсудил полезные идеи, которые помогут белорусским семьям преодолеть существующие сложности. Одна из инициатив – так называемый «Родительский университет» – курсы для укрепления семейных отношений. Также обсудили важные задачи, которые нужно решать в этом году. И, конечно, Елена Кличковская рассказала о вопросах и предложениях, которые готовят для участия во Всебелорусском народном собрании. Поддержка молодежи в сельских населенных пунктах, ну и продолжение акции, закрепить на государственном уровне работу именно с медучреждениями. У нас очень развито волонтерство, но законодательно оно нигде не утверждено, и поэтому мы считаем, Белорусский союз женщин, что именно такая инициатива тоже будет возможна для обсуждения на вот этом большом форуме, на котором я буду участвовать. Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в столице. В него соберутся делегаты из всех регионов страны. Всего 2700 человек. 310 делегатов представит Гомельская область. Марина Севриянова, Новости недели. Борьба с COVID-19 выходит на новый уровень. В Гомельской области на этой неделе стартовала иммунизация. Поступила первая партия вакцин, которая насчитывает 4365 доз. В первую очередь проводится иммунизация медицинских работников. В ближайшие недели прививки станут доступными и для других категорий населения, которые входят в группы риска. Подробности у Дмитрия Котова. Вакцина от коронавируса распределена по пяти городам. Это Мозрь, Калинковичи, Ветка, Чечерск и Гомель. В ближайшие недели ожидается поставка новых партий, которые будут направлены в другие территориальные центры области. Учитывалась еще логистика доставки самой вакцины, потому что транспорт требуется специализированной. При доставке вакцины используется сухой лед. Поэтому выбирались пока эти регионы. Медицинские работники, которые будут проводить вакцинацию, прошли специальную подготовку. Необходимую проверку прошло и холодильное оборудование. Вакцина специфическая. Хранить ее нужно при температуре минус 18 градусов. В Гомельскую область поступили прививки российского производства «Спутник Ви». Всего 4365 доз. Вакцина прошла клинические испытания и, как утверждают специалисты, хорошо зарекомендовала себя. Иммунизация предусматривает двухдозовый режим. После первого введения необходимо повторное – через 21 день. По словам ректора Гомельского медицинского университета Игоря Стомы, это инновационный подход, доказавший свою эффективность. Игорь Стома, к слову, вместе с главным санитарным врачом области Сергеем Белым, был одним из первых, кто привился от коронавируса. Говорит, о сомнении не возникало. Тот вектор, в который введен генетический материал коронавируса – это безопасный вектор. Он не в состоянии навредить пациенту, который получает данную вакцину. Что еще очень важно подчеркнуть – на сегодняшний день именно этой вакциной проводится массовая иммунизация в России. И по тем данным, которые мы имеем, риск тяжелых нежелательных явлений минимален на сегодняшний день. Однако медики отмечают – противопоказания к вакцинации есть. В первую очередь, это острая фаза респираторных инфекций. Также нельзя делать прививку, если человек только что переболел коронавирусом в тяжелой форме. Перед процедурой врачи должны в обязательном порядке оценить состояние здоровья. Масса идет звонков и ко мне на прямую линию, и на личный прием граждан, когда наши граждане города Гомеля интересуются, когда же вакцина будет доступна для всех. Поэтому в этой связи я хочу сказать, что сейчас, чтобы те граждане, которые желают уже сейчас привиться от коронавирусной инфекции, более того, ряд руководителей предприятий, которые волнуются за свои коллективы, с такими обращениями поступают. Поэтому, коль нам первая партия вакцины поступила, и в последующем поступят все остальные партии, поэтому ориентир – это, пожалуйста, территориальная поликлиника по месту проживания, отделение профилактики. Обращайтесь с заведующим отделением, профилактики вас запишут в лист ожидания, скажем так. После иммунизации врачей прививать начнут учителей. В свободном доступе для населения вакцина ориентировочно появится в апреле. Дмитрий Котов, Игорь Морищенко, Новости недели. Боязнь заразиться, опасения за здоровье близких, карантин и социальная изоляция. Последствия пандемии COVID-19 для психического здоровья населения будут ощущаться еще долго. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Белта. В зимние месяцы депрессии и подобные недуги вообще достаточно часто обостряются, а на фоне пандемии могут стать еще и большие угрозы для здоровья человека. Как удержать психологическое равновесие и какие звоночки в поведении – повод обратиться к специалисту. Об этом и не только в нашей воскресной рубрике «Интервью». Все чаще приходится слышать, что после пандемии коронавируса мы уже вряд ли будем прежние. Владислав Станиславович, а как вы считаете? Все, что происходит с человеком, конечно, приносит ему, несомненно, опыт. Это опыт негативный или опыт позитивный. Но я всегда думаю о том, что в связи с трудностями люди становятся просто сильнее и крепче. Да и повод задуматься хороший про те базовые ценности, которые были всегда, но которым так мало уделяли внимания. Однозначно, пандемия коронавируса столкнула человека, который, может быть, и раньше не думал о смысле жизни, о том, что необходимо уделять время себе, уделять время своим близким, думать о том, что ты делаешь в этом мире, стараться стать лучше. Понятно, что ограничительные меры в первую очередь направлены на заботу о человеке, о его здоровье. Как эта резкая смена правил может влиять на психику даже здорового человека? Люди начинают заботиться не только о себе, но и о своих близких. Например, лица, которые имеют старших непосредственно родственников или родителей, они начинают меньше их посещать и непосредственно пользуются средствами предохранения в это время. И, будем говорить так, конечно, возникает чувство тоски и недостатка тех людей, которые были раньше рядом практически постоянное время, а теперь, в настоящий момент, они разделены расстоянием, пространством и, в общем-то, идеей, то, что необходимо беречь своих близких. Разделение расстоянием, минимизация объятий, поцелуев, рукопожатие, маски, дистанцирование. Как всё это влияет на психику человека? Конечно, может возрастать даже, в общем-то, психоэмоциональное напряжение. Люди постоянно себя могут одёргивать, думать о том, что они сделали что-то не так, а это, в общем-то, может являться предметом для возникновения каких-либо невротических и даже стрессовых состояний. Чаще всего речь про боязнь заразиться и заразить, как минимум, самых близких и дорогих людей. Для человека, естественно, бояться заразить себя и своих близких. Но называть это фобией сразу, конечно же, нельзя, потому что у фобии есть чёткое определение. Это тогда, когда страх начинает мешать человеку жить. Когда постоянно мысли о заражении, когда у человека появляется тревога, снижается настроение, может нарушаться сон. И даже возникают мысли о том, что что-то происходит не так в его жизни, и ему необходимо обратиться к специалисту. Здесь самое важное, в какой момент здоровому человеку нужно понять, что это как раз-таки те страхи, с которыми ему одному не совладать. Нужно идти к специалисту. Страхи, когда человек избыточно акцентирован на том, чтобы следить за чистотой рук, непосредственно собственной одежды. Когда проверка на чистоту может достигать десятков, и даже иногда бывает, вот в моей практике до 50 раз, женщина проверяла чистоту своих рук и постоянно мыла их, обрабатывала антисептиками. Тогда, когда мысли о этой проблеме заполняют целый день, когда человек не может работать, когда он об этом говорит со всеми остальными людьми, и даже ночь, которая предназначена для отдыха, она становится короткой, тревожные сны, кошмары, пропадает аппетит, снижается настроение. Человек чувствует себя дискомфортно, ослабленно, у него много проблем в плане со здоровьем. Например, колебания давления, какие-то неприятные ощущения, боли возникают. Пациентов с такими ощущениями за 2020-е стало больше? Безстрессовое событие в обществе, конечно же, оно может вызывать непосредственно состояние, когда возникает тревога и состояние депрессии. В настоящее время мы можем оперировать статистикой, что лица, которые имеют тревожные, депрессивные или какие-либо другие невротические расстройства, они, обращаясь к психотерапевтам нашей области, нашего города, они где-то в пределах 20% предъявляют жалобы на то, что они боятся заразиться инфекцией, заболеть каким-либо заболеванием, связанным с коронавирусом. Где сегодня можно получить консультацию? Существуют ли все-таки стереотипы, связанные с посещением психиатрической больницы, или все-таки тот, кто хочет, тот, кто должен, идет к специалисту? В настоящее время получить консультацию максимально удобно. Существует целая сеть поликлиник, в каждой из которых находится врач-психотерапевт, ведущий свой прием. Можно обратиться в психиатрическую больницу, там также ведут прием психотерапевты. И работают психотерапевтические отделения, в дневных стационарах работают также такого рода врачи. Что касается помощи, то помощь получить очень просто. Если вы хотите получить помощь официально, то вы можете прийти на прием к доктору и предоставить непосредственно собственные документы. Если вы хотите получить помощь анонимно, то для этого нужно записаться отдельно на анонимный прием по телефону кабинета психотерапевтического. И вас запишут и примут в анонимном порядке. Спасибо за информацию, спасибо за интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. На уходящей неделе в Гомеле обсудили пути совершенствования внутреннего туризма. В первую очередь речь идет о создании кластеров и виртуальных туристических площадок, что позволит развивать отрасль в условиях сложной эпидемической ситуации. Кроме того, на диалоговой площадке затронули вопросы кадрового потенциала и взаимодействия субъектов туристической деятельности. Наши корреспонденты поинтересовались практическим применением высказанных рекомендаций. Для туристической отрасли прошлый год был явно не самым успешным. Пандемия коронавируса привела к значительному сокращению числа туристов. Гомельский дворцово-парковый ансамбль, например, посетили около 300 тысяч человек. Цифра внушительная, но это почти на 40% меньше, чем было годом ранее. В сложившихся условиях здесь видят выход в активизации взаимодействия с другими субъектами туристической деятельности. Проект «Единый билет» и «Единый билет плюс». Когда туристам и гостям нашего объекта предлагается посетить не только музейные объекты дворцово-паркового ансамбля, но и филиал Ветковского музея, Гомельский областной военный музей и музей истории города Гомеля, в частности, музей фотографии. Это первое. Второе. У нас есть шесть аттестованных национальным агентством по туризму наших сотрудников, которые проводят экскурсии как по городу, так и по маршрутам Золотого кольца Гомельщины. О кадровом потенциале в сфере туризма особый разговор. Участники диалоговой площадки уверены, сегодня к уровню образования специалистов этой сферы должны быть совершенно другие требования. Знать общую информацию о каком-либо объекте уже недостаточно. В конце концов, ее можно узнать в интернете, не выходя из дома. Решать эту проблему на Гомельщине начали с участием учреждений высшего образования. В прошлом году открыта новая специальность – лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций и международный туризм, которое также будет готовить профессиональных специалистов в этой области, к тому же еще владеющим английским и немецким языком на уровне переводчиков. Так что, в принципе, задел достаточно большой. Фишка в том, что помимо каких-то исторических, археологических, культурных и прочих туристических объектов, наши специалисты будут еще владеть знаниями по объектам природным. Потому что у нас богатая природа, есть и заповедник, и национальные парки, заказники различные, биологические, ландшафтные и так далее. И, соответственно, тот, кто проводит экскурсии по этим объектам, он должен разбираться, где кто живет, где кто растет и так далее. И вот предполагается, что у нас в этой специальности будет подготовка, в том числе и по природным объектам. Еще одна тема для обсуждения в нынешних условиях – создание виртуальных туристических площадок. Причем не только на русском языке, что позволит продвигать туристический продукт за пределами страны. Плюс разработка кластеров. Потенциальный турист должен знать, что он может увидеть на конкретной территории. Рекреационно-туристический кластер Гомельщины, который объединит парковые зоны Гомеля, объединит храмовые, культовые сооружения Гомеля, дворцово-парковые ансамбли, музеи. И этот перечень можно расширять. Кластер – это, вы знаете, такая структура, которая наращивается, такая гроздь, которая перерастает своими новыми элементами. Также у нас есть идея того, чтобы можно было бы создать музейный кластер. Их сегодня очень много по Белоруссии стали создавать. Но как раз музейный кластер хорошо представлен в цифровом формате. Есть технологии 3D. А вот Гомельский университет, где я работаю, накопил достаточный опыт формирования 3D-продвижения 3D-продукта на уровне музеев, туристических дестинаций. Поэтому цифровые технологии только помогают расширить возможности для развития туризма. Особенно в условиях нынешней ситуации, очень сложной, я бы сказал, критичной для сферы туризма. Тогда как мы могли бы показать наш потенциал? Ну вот, одна из форм – это цифровой туристический продукт. Несмотря на уменьшение количества туристов, участники диалоговой площадки оптимизма не теряют. В конце концов, пандемия закончится, и у людей вновь появится интерес к путешествиям. А поэтому сегодня вопросы развития внутреннего туризма актуальности не утрачивают. Вероятно, нужны в том числе и новые подходы. И нам действительно есть что предложить. Развив внутренний туризм свой, мы можем уже пригласить сюда и других граждан, других стран, других республик, которые бы познали нашу непосредственно страну, познакомились с ее достопримечательностями, с ее природой, с ее экологией, с ее гастрономическим туризмом, с ее традициями. То есть для этого и развивается внутренний туризм, который позволил бы и расширить спектр услуг и для въездного туризма. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова